Я Бронштейн Михаил Лазаревич Я профессор Тартовского университета Также появились не только я Также появились, ну, теперь всемирный известный ученый Юрий Уотман Профессор-философ Рэм Блюм Профессор-философ Рэм Столович Профессор Рейфман, теперешний Вольпер Профессор, вот все так называемые колонии ленинградской эмиграции Я очень благодарен, что судьба меня связала с Эстонией Что я оказался в Тартовском университете Я сказал, что главное, что требует вас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интерес к сельскохозяйственной проблематике был связан с тем, что когда я начал работать Здесь происходили известные, ну, очень крупные изменения Социалистическое преобразование сельского хозяйства Это был сложный, во многом и противоречивый процесс Он требовал теоретического осмысленения Я прошел войну и кончал войну в Германии Проблемы социально-экономические нас тогда очень интересовали Кстати, я там впервые прочел «Капитал» Маркса с великим интересом И меня поразила эта книга И тогда, еще будучи офицером, я поступил уже в Ленинградский университет на политоэкономический факультет Который потом и кончил, и стал работать в Тартовском университете Эстония первая покончила с так называемым остаточным распределением фонда потребления Когда в последнюю очередь осуществлялась оплата труда Вначале все остальные обязательства Эстония ввела, значит, впервые оплату труда на общественно-нормальном уровне А сейчас это общественно-нормальный уровень Несколько выше, чем средний уровень оплаты труда по народному хозяйству в республике Это надо сказать только в Эстонии Пока в других республиках нет Ну, другой раз говорят, что не переплачиваете ли вы вашим колхозникам? Нет Ну, некоторые практические занятия в области сельского хозяйства связаны с работой на садовом участке Хотя явно не достает времени для того, чтобы хорошо работать И хоть какой-то пример показывать своим личным вкладом Я считаю, что ученый, экономист должен поддерживать физическую форму Для этого надо заниматься по мере возможности спортом Летом пытаюсь бегать Зимой ходить на лыжах Ходил до последнего времени, играл в волейбол в нашей университетской преподавателями Вот такой круг интересов К сожалению, всегда не хватает времени Пожалуйста, Михаил Градович Уважаемые товарищи депутаты Нам представлена экономическая программа правительства И мы должны оценить эту программу Сказать, с чем мы согласны, какие у нас имеются замечания Это мы и посвящали Ну, я могу сказать свое мнение по этому вопросу У нас нет другой С чем можно согласиться с программой правительства У нас нет другой альтернативы, как переход к современной Многоукладной рыночной экономике Регулируемой на основе законов рынка А не вопреки этим законам И второе Невозможно одним прыжком перейти в новое состояние Необходимо какое-то время перехода Где будут сочетаться экономические и административные регуляторы Которые предусмотрены в частности в так называемых чрезвычайных мерах Я считаю, что надо дать возможность правительству Реализовать свою программу Обеспечить те условия, которые необходимы для реализации По крайней мере, обеспечить какой-то период социальной моратории Который позволил бы приступить к реализации этой программы Один очень уважаемый депутат мной Сказал прекрасные слова Если нет ресурса, дай свободу И свобода станет ресурсом Правда, этот депутат умеет пользоваться свободой И действительно, надо дать свободу Надо дать самостоятельность Надо дать заинтересованность Надо дать ответственность Дать свободу триаде Гражданину, коллективу, народу Я имею ввиду республике Если мы дадим свободу, заработает Но сразу ведь тоже свободу не возьмет И сразу не умеет пользоваться свободой Хотя все призывают Вот тут депутат Попов Очень правильно такой образ привел Дать пространство для игры ребенку То есть дать пространство свободы И расширять пространство свободы Единственное, что мы сейчас реально можем И меня вчера обнадеживала такая беседа просто С Леонидом Ивановичем Абалкиным Он сказал Да Я опустил один момент Вот дать пространство свободы Это главная задача Верховного Совета Нашей работы Работы нашего комитета Экономической реформы Других комитетов Работа, которая проводится в моей республике Эстонии Подготовить пакет законов Изменяющий экономическую ситуацию Экономический климат В сторону свободы О собственности, о земле О налогах О предприятиях И эта работа ведется Надо Я знаю, как она ведется В нашем комитете, в республике Это труднейшая работа И надо ее завершить в 90-м году Но думать, что в 90-м году это все заработает Это опять тешит себя иллюзиями Что делать? Какие обнадеживающие факторы все-таки есть? Вот вчерашняя у меня беседа личная С Леонидом Ивановичем Абалкиным Он сравнил ситуацию сегодняшнюю С ситуацией 27-го года Вспомните В 27-м году был Хороший урожай Но крестьянин не продавал Хлеба, потому что Взамен он не мог получить промышленные товары Ну точно, как сейчас И Что сделали тогда? Принудили Вот оттуда началась вся машина принуждения И все пошло О чем так ярко говорил Уважаемый писатель Белов Но В этом году сложилась примерно та же ситуация Урожай больше А продают меньше Потому что тоже нечем отоварить И было очень большое желание у правительства Нажать И получить И заставить Но Леонид Иванович сказал Мы удержали себя И то, что удержали себя Дало ресурс Вот то продовольствие, которое осталось Кто его производит Это ресурс для развития сельского хозяйства Это ресурс уже свободы Но надо уметь его использовать Первое, как его используется А я себе оставлю А я сам съем И колхоз И наша республика Оставит себе мясо, молоко и прочее Но через некоторое время Всем станет ясно Оставишь себе Переходи на татуральное хозяйство Значит Все остальное тоже Производи сам И начинается Стремление продать Начинаются развиваться Торговые связи Возникает механизм Этих связей И вот этот механизм Ростки его Создание рынка Общего нашего союзного рынка В этом, кстати, и смысл Закон об экономической Самостоятельности Прибалтики Его помнили замкнутый Нет Это свободный партнер На свободном союзном рынке Где действуют Рыночные регуляторы Если есть трудности Создания механизма Общего рынка Прибалтика готова Начать Создание соответствующих Механизмов У себя И работать В этом направлении Союзом Спасибо за внимание Учитывая противоправный характер Действия советского руководства В 1939-1940 году Приведшим Приведшим Потери независимости Самостоятельных Субъектов Международного права Учитывая это Признать законность Восстановление Этих республик Как независимых Учитывая противоправного права Основная масса крупных экономистов Поняли, что это Серьезный и большой шаг вперед Не только у нас Мы прокладываем путь И для других Можно мне? Я, наверное Во-первых Я коренной Я тот самый Мигрант Коренной Ленинградец Но 40 лет Почти в Эстонии Ну, с Энрадом Мы сегодня сюда Да Так что мне Я прошу прощения Он еще мой Лучитый Так что Все Мои беды Огуроны Вяля Талантливый Хороший Студент Он полностью Поддержал Восстановление Независимости Эстонии И мало того Я стал Народным депутатом Потому что Он призвал Меня идти У нас нет Другого рынка Как союз Надежного Да Но на этом рынке Мы должны быть Равноправны Как и любая Республика Равноправие Это эквивалентное У нас Мы должны Участвовать В союзном Программе В конечном счете Это и в наших Интересах И в том числе Экономических Но тоже Знать что мы Даем Не по кускам Где-то Замаскированно Брать А единым потоком Стока дали И контролировать Чтобы Как и все остальные Чтобы они Не тратились На эти проекты Века И прочее И прочее Михаил Сергеевич И вы уже Не опровергли Все вы участвовали И не опровергли Михаил Сергеевич Это другой вопрос И я не вижу Этому проблемы Я не вижу Этому проблемы Нет этой проблемы Проблема есть Только в дискриминационных Когда республика Не является Равноправным Партнером В взаимоотношениях А когда Кто-то За нее Какой-то чиновник Где-то в кабинете Решает Горбачеву Пришлось Признать Что Надо признать Независимость Балтийских республик И прежде всего Эстонию После Вот этого Референдума Который здесь Прошел То есть легитимно В соответствии С тем законом Который был Признать 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 Я входил в число тех лиц Которые все Сделали Возможное Чтобы восстановление Независимости Эстонии Прошло Без пролития Капли крови Кстати Только Эстония Больше Во всех остальных Балтийских республиках Были кровавые события А потому что Вот Ваш покорный слуга И мой коллега Который тоже был Членом Последнего Народным депутатом Вели схожные Переговоры С Михаилом Горбачевым О Признании Независимости Эстонской Республики Установление С ней Нормальных Дипломатических И торговых Отношений Для меня Самое Почетное Звание Это даже Не академик А эмирит Профессор То есть Почетный Профессор Тарковского Университета Эстония Мой дом Я состоялся Здесь Что Я мог Сделать Полезно В частности В аграрной Экономике Я Сделал Вот И еще Мне почему нравится Эстония Рядом Питер Совсем Рядом Питер Свой Я чувствую себя На родине Знаете Эбилей Это Много Ну как говорят В Эстонии Мурат Забот Как сделать Чтобы Собрать Всех друзей Как сделать Чтобы Никого Не обидеть Как сделать Чтобы Ну Какие-то Итоги Своей жизни Подвести Редактор субтитров Редактор субтитров